Всем привет, меня зовут Тушел, а это Razer Huntsman V2 Analog. Крайне интересная и дорогая клавиатура от Razer на базе собственных оптических свечей и с уникальной технологией аналогового нажатия. За предоставленную клавиатуру выражаю благодарность компании Razer. Однако этот факт не повлиял на мою оценку этого девайса, и ни обзор, ни текст обзора не подвергались модерации со стороны производителя. Иными словами, все сказанное в этом видео чисто мое мнение и только мое. Так что нет, этот обзор не реклама и он не проплачен. Продается клавиатура вот в такой вот большой и тяжелой коробке, которая оформлена в фирменной стилистике Razer. На фронте красивое изображение клавиатуры, сзади и по бокам перечисление основных фишек. Внутри клавиатура, переходник с Type-C на Type-A, подставка под ладони, пыльник и стандартное количество бумажек, в одной из которых даже есть принт подписи главы Razer. Razer Huntsman V2 Analog это полноразмерная клавиатура типа скелетон. Иными словами, свечи сидят на плейте, который не утоплен в корпусе. Многим почему-то такое оформление не нравится, но лично мне кажется, что держать в частоте такую клавиатуру заметно проще, чем классику. Из необычного отмечу полное отсутствие брендирования борда. Реально, нигде на корпусе нет упоминания того, что это сделал Razer. Зато вместо логотипа есть сразу 4 органа управления медиавозможностями. Это и металлическое колесо регулировки громкости, а также кнопки меняющие треки и кнопка Play-Pause. Из еще плюшек, дополнительный USB-порт на левом торце. Порт фирменный зеленый, так что по крайней мере тут компания Razer осталась верна себе. Нижняя часть борда радует нас стикером с названием модели, а также шестью ножками, которые большие и мягкие и прекрасно цепляются за стол. Есть также и двухступенчатая регулировка наклона. Выдвижные ножки тоже прорезинены, но состав резины не такой мягкий, как у основных ножек, и поэтому выдвижные ножки заметно хуже сопротивляются скольжению по столу. На переднем торце клавиатуры можно найти контактную группу, которая предназначена для передачи электропитания подставки под ладони. И эта подставка, надо сказать, тут нужна, ведь в сочетании с высоким корпусом клавиатуры и высоким профилем кикапов, общая высота получается весьма значительной, и без подставки складывается настойчивое ощущение, что пальчики печатают по каким-то небоскребам. К клавиатуре подставка крепится с помощью магнитов, и держится клавиатура за подставку достаточно надежно. Вся верхняя часть подставки сделана из приятного накасания кожзама, а по центру этой подставки красуется единственный логотип Razer. Кожзам приятный, а наполнение подставки мягкое, так что первые минут 15 ладоням очень комфортно. Потом лично у меня ладошки начинают потеть, и эта подставка уже начинает казаться не такой-то удобной. Неудобна она мне еще и тем, что очень сильно поднимает ладонь над поверхностью стола. И если без подставки я печатал по небоскребам, то с ней такое ощущение, что кикапы находятся где-то в подвале. Короче, либо я какой-то не такой, либо Razer слегка переусердствовали с высотой этой подставки. Зато к ее нижней части у меня нет претензий. Там можно найти 6 крупных ножек, которые по своей форме и материалу повторяют то, что приклеено к основному корпусу клавиатуры. Сборка клавиатуры прекрасная. Клавиатура тяжелая, толстая, никак не пригибается и не скручивается. Стык верхнего плейта и остального корпуса реализован очень аккуратно. Короче, за сборку и подгонку элементов корпуса 5 из 5. Раскладка у Hansmann V2 вполне стандартная для полноразмерных клав. Есть и длинные шифты, и большой бэкспейс, и кнопки F1 и F12 никуда не делись. Да даже блок нумпада на месте. Короче, все клавиши есть, и все на привычных местах. Есть и индикаторы включения капс лока, нам лока и скроллока. Они себе нашли место над блоком стрелок. Кикапы, пожалуй, самое спорное, что есть в Hansmann V2 аналог. И, наверное, большая часть критики этого борда у меня будет связана именно с тем, как Razer решил сделать капы и как они провели логализацию. Но начну с позитивного. Кикапы сделаны по технологии двойного литья, где внешний непрозрачный слой сделан из более желанного и твердого ПБТ пластика, а внутренний непрозрачный это уже АБС пластик. Из еще позитивного отмечу приятный выбор шрифтов основных клавиш. Но, по сути, из позитива на этом все. Далее идут минусы и компромиссы. Начну с самого очевидного. Кириллица клавиатуры нанесена краской и не подсвечивается. То есть да, вы поняли меня правильно. За много сотен баксов мы получаем вот такую прекрасную в кавычках локализацию. Правда, справедливости ради отмечу, что Razer в курсе своего не самого лучшего решения, и в скором времени обещают сделать полноценный даблшоп с нормальной локализацией. Но когда это случится и сколько сверху это нововведение будет стоить, я затрудняюсь сказать. Второй минус вытекает из решения применить технологию двойного литья. Символы при двойном литье не могут быть маленькими. И это ограничение, например, сделало кнопки Home и Pause какими-то, на мой взгляд, уродливыми. Ну и последний минус капов связан с подсветкой. Обычно подсветка у зеленой компании реализована на 5 с плюсом. Но не в этом случае. Впрочем, разговор про подсветку я все равно начну с хорошего. Светится клавиатура по периметру классно. Причем подсвечивается как корпус клавиатуры, так и поставка под ладони. С выключенным в комнате светом Хансман Веда выглядит, будто бы он парит в воздухе. И тут я снимаю свою виртуальную шляпу перед ребятами из Razer. Реальность светового пропускания даблшотки капов. И если с основными символами букв все более-менее хорошо, то вот на некоторых второстепенных клавишах подсветка выглядит, скажем так, не очень. Видна и неоднородность структуры пластика второго слоя. И заметно, что свет не рассеивается по всей площади капа. Отчего, например, на кнопке Pause подсветка качественно подсвечивает только буквы A, U и S. И посмотрев на это впервые, я подумал, а почему в российской локализации вдруг появились немецкие слова. Теперь уделим немного внимания свечам. Ну, вернее, уделим много внимания свечам. Ибо, как вы наверняка уже догадались, свечи в этой клавиатуре, пожалуй, самые интересные и уникальные. Уже при первом осмотре становится понятным, что свечи тут какие-то особенные. И хотя стем этих Razer свечей совместим с Cherry MX Cup'ами, во всем остальном этот свеч не похож на Cherry MX свечи и их аналоги. И список этих отличий впечатляет. Во-первых, у каждого свеча есть что-то типа стабилизатора, который исключает перекос штока при нажатии. Во-вторых, сам стем свеча обладает весьма сложной формой, и он достаточно большой, из-за чего в облах штока внутри корпуса свеча практически нет. В-третьих, у каждого свеча установлена большая линза, предназначенная для рассеивания светодиода. Это три основных визуальных отличия свеча. Но есть и тактильные отличия. Свечи Razer Analog Optical – это линейные свечи, у которых при нажатии нет тактильного бампа. Ход плавный и без песка, но свечи скорее всего не смазаны, так как то маслянистое нажатие, которое обычно свойственно смазанным свечам, тут отсутствует. Характеристика пружины тоже иная. Больше всего она похожа на ROG RX свечи от Asus, то есть есть как бы небольшое сопротивление в самом начале хода, затем чувствуется небольшой провал, а затем идет равномерное растущее сопротивление пружины по мере нажатия. И из-за этого к печати на этой клавиатуре надо привыкать. Но все вышесказанное не самое крутое, что есть в этих свечах. Каждый свеч, во-первых, оптический, а во-вторых, может определять то, насколько он нажат. А это открывает целый спектр возможностей, которые недоступны обычным клавиатурам. Во-первых, можно регулировать точку срабатывания, установив любое значение от 1,5 мм до 3,6 мм с точностью до 0,10 мм. Можно вешать дополнительную функцию на клавишу в зависимости от степени нажатия. Можно имитировать стики контроллера или обычный джойстик. И так для каждого свеча. Короче, возможностей просто куча. Если к этому всему привыкнуть, настроить, то все, обратной дороги нет. Дальше мир для вас будет делиться на аналоговый хансмен и на все остальное. Нажимаются длинные клавиши без залипания и перекосов. Но делают это клавиши не очень тихо. За это спасибо полному отсутствию смазки в стабилизаторах. Дребезгом особенно грешит ожидаемый пробел, но даже шифты дают о себе знать. Но давайте клавиатура сама скажет, все за себя. Продолжение следует... В целом, печать на хансмен V2 аналог немного необычная. Я бы не назвал набор текста тихим. Но, например, звона плейта тут нет. Ощущение пустоты в корпусе при печати тоже. И в итоге борт громкий, но как бы правильно громкий. Доминирует над всем удары свечей в конце хода и при возврате. Прям каждая буква сопровождается серьезным таким ударом. Кому-то это может не понравиться, кому-то наоборот зайти. Да, немного портит все древес пробела. Но в целом, печать очень своеобразная и лично на мой вкус она воспринимается достаточно породистой. С игрой же ожидаемо все четко. Полноценный анки ролловер на месте, отчего гостинга никакого нет. Линейное нажатие свеча позволяет без проблем контролировать персонажа в игре. Да, полноразмерный форм-фактор меня несколько сковывал. Но и к этому моменту можно привыкнуть. Лишь бы место на столе позволяло расположить полноразмерный борт без стеснения области перемещения мышки. Что касается подключения, то Hansman V2 Analog это исключительно проводная клавиатура. И подключается к ПК она парой кабелей, которые длинные и капец какие дубовые. Основной провод заканчивается USB Type-C разъемом. У второго кабеля обычный Type-A и предназначен он для запитки бокового USB порта. То, что основной кабель заканчивается Type-C разъемом, это здорово. Это модно и современно. Но лично в моем ПК, собранном в 2020 году, таких разъемов нет. И мне приходится пользоваться переходником. Его, слава богу, положили в комплект поставки. Кстати, полноценно работает клавиатура только на USB 3.0 портах. На 2.0 у меня вроде тоже буквы печатались. Но Synapse вывесил предупреждение, что все плохо, и надо бы юзать технологии не из каменного века. Но кабели меня еще не устраивают и тем, что они несъемные. То есть, вне зависимости от того, нужен ли вам второй кабель для запитки бокового порта, и нужна ли вам вся длина стокового провода, у вас всегда будет из клавиатуры торчать два несгибаемых объекта, которые, если честно, мне своим сетапом сильно мешались. Для настройки клавиатуры используется Synapse 3-й версии. Выглядит этот программный продукт весьма красиво и обладает как привычным для обычной клавиатуры функционалом, так и приятными надстройками, сделанными специально для аналогового хансмена. Во-первых, есть полноценная поддержка Razer HyperShift. Во-вторых, есть возможность к каждой кнопке биндить две функции, в зависимости от глубины нажатия. В-третьих, есть возможность поклавишно биндить кнопки на аналоговые стики геймпада или на аналоговые перемещения джойстика. Конечно, есть и поддержка макросов. Короче, возможностей много, и все это работает без проблем. Ну, по крайней мере, у меня работало, что, если честно, меня приятно удивило, так как с мышками Synapse у меня дружба идет с переменным успехом. Ну и на этом я вам рассказал и показал все, что хотел, поэтому давайте подводить итоги. Razer Huntsman V2 Analog – интересная клавиатура. Безусловно, ее основной фишкой являются аналоговые свечи, которые очень сильно расширяют потенциальные возможности этой клавиатуры. Насколько это все нужно всем – вопрос открытый, но наверняка есть определенный слой населения, которому эти все фишки понравятся, и они к ним привыкнут. Если не брать в расчет аналоговые фишки борда, то Huntsman V2 тоже в целом не теряется. У него громкая, но приятная печать. Причем шум от печати не дешевый, а какой-то правильный и породистый. Контурная подсветка тоже придает шика. Ну и строгий дизайн тоже мне пришелся по вкусу. Впрочем, минусы тоже есть. Самый большой – это кикапы. То, что они сделаны из ПБТ по технологии двойного литья – это здорово. Но вот визуально из-за этого некоторые символы выглядят, мягко говоря, так себе. А подсветка, за которую Razer принято хвалить, в Huntsman V2 в лучшем случае на четверку. Второй минус лично для меня – это комфорт. Корпус у клавиатуры высокий. Профиль капов тоже. И без подставки под ладони неудобно. С ней тоже. Она на мой взгляд слишком высокая. Да и материал у поставки пусти приятный первые 10-15 минут, но затем от него начинает потеть ладонь. Ну добил меня кабель. А вернее кабели, так как их на самом деле два. И каждый из них капец какой дубовый. Ну а вас добьет, наверное, цена. На момент записи обзора цены на этот борт варьируются от 18 до 23 тысяч рублей. И откровенно говоря, это дохрена. Впрочем, Huntsman V2 Analog в каком-то смысле уникальная вещь. И если вам нужны аналоговые фишки этой клавиатуры, то заплатите 300 долларов, наверное, можно. Просто знайте, привыкните к аналоговым свечам и все. Обратной дороги нет. Мне вот, например, хватило одного дня, чтобы привыкнуть. И теперь с большим трудом пытаюсь отвыкнуть от этой киллер-фичи. Ну и на этом, пожалуй, все на сегодня. Спасибо, что смотрите мои видео. Если то, что вы сегодня увидели, вам понравилось, то поддержите меня подпиской, лайком и комментарием. Если хотите поддержать меня материально, то в описании к ролику есть ссылка на прямой донат и на коврик от CustomMate, с продаж которого я получаю небольшую комиссию. В общем, сегодня, как и всегда, у микрофона был я, Тушел. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч на канале ProDevice. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok